Берия предлагает строительное управление и промышленные объекты ГУЛАГа передать из МВД в отраслевые министерства. То есть он предлагает ликвидировать лагерную основу советской экономики. Далее. Берия предлагает отменить введенные Сталином и непосильные для граждан госзаймы. Он предлагает отказаться от увеличения оборонных расходов. Предлагает прекратить дорогостоящие стройки, как не имеющие первостепенного значения для нужд народного хозяйства. Повысить закупочные цены в сельском хозяйстве. Переориентировать экономику на производство товаров народного потребления. Далее. Берия предлагает написать новую, более объективную историю Великой Отечественной войны. Предлагает ограничить роль партии в государстве. Упор на органы советской власти. Повысить роль национальных кадров в республиках. Поднять вопрос о возвращении Японии с порных островов Курильской гряды. Восстановить отношения с Югославией. Сократить численность советской разведки в капиталистических странах. Предлагает запретить использовать во время демонстрации портреты вождей. Как умерших, так и живых. Прекратить издание собрания сочинений Сталина. Осуществить внутрипартийное осуждение Сталина. Трудно сказать, как долго обдумывал Берия эти предложения. Три месяца весны 1953 года. Слишком короткий период, чтобы понять, что в этих предложениях. Только ли короткий расчет, нацеленный исключительно на захват власти. Или еще и результат долгого анализа. Знание неэффективности режима. Понимание его исчерпанности, вопреки кажущейся незыблемости. До Никиты Сергеевича, и вопреки Никите Сергеевичу, руководители страны того периода, представители Совета Министров Маленков, его заместители, в частности Берия, пытались вывести страну из того тупика, из того кризиса, в котором она находилась к моменту смерти Сталина. Речь идет о полной изоляции от западного мира во внешней политике, о полном развале российской, советской экономики, в частности сельского хозяйства. Попытка Берия провести ряд новых тенденций и в отношении с западным миром тоже вызвали позитивные какие-то явления в обществе, в таком случае, так сказать, среди верхушки. Но Хрущев это не одобрял. Вероятно, весна 1953 года могла бы оказаться контрапунктом всей последующей отечественной истории. Страна ошарашенно приняла бы новый курс, в особенности еще молодые, совсем недавние фронтовики, которые помнят свои европейские впечатления. Фронтовики могли бы стать мотором новой страны. Ведь в 1953 году страна отстоит от 1917 года всего на одно поколение. Но этого всего не будет. В реальности вторая жизнь Берии не состоится. В первой жизни Берия рука об руку со Сталином участвовала в зверской эксплуатации и уничтожении населения страны. В этом смысле его действительно следовало признать и шпионом, и террористом. Однако именно эта главная деятельность Берии как раз и не была осуждена партией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова